Всем привет, дорогие зрители, врываемся мы на Blast Showdown. У нас сегодня играют Mad Lions против Liquid, студия MainCast вместе с вами, канал WinStrike, конечно же, и у микрофона Окрошка и The Dice. Да, друзья, всем добрый вечер. Евротур для Liquid начинается, наконец-таки ребята добрались до европейских чемпионатов. И вот я считал, сегодня 272 дня они играли, они с европейскими командами, то есть сидели у себя в регионе и, ну, наверное, скучали по этому всему делу, мне кажется, скучали. А Grimm так вообще не играл с Liquid еще с европейскими командами, поэтому у нас такие две кул-стории, за которыми сегодня будет достаточно интересно посмотреть. И давайте же узнаем, на каких картах все это дело мы будем наблюдать. Так, Dust2, Train у нас бан отправляются, Overpass, Mirage и Vertigo. Посмотрим. Допускают Liquid все-таки сыграть Overpass. Ну, не знаю, не самая уверенная карта у лошадок, на самом деле. Вот за последнее время, особенно если взять поражение даже в американском регионе. То есть ты хочешь сравнивать, да, что было в Америке, как-то бронет. Ну, насколько они хорошо будут подходить к европейским матчам, это само собой, учитывая, что здесь второго шанса не будет. То есть одно Best of 3 проигрываешь и как бы отправляешься уже. Да, брало жесткий, шоу-даун он такой. В общем-то, да, действительно, здесь сингл-эллиминейшн, поэтому раскачаться никто американцам давать не будет. Mad Lions тоже особо звезд с неба не хватает. Хочется им, помимо всевозможных квалификаций, уже наконец-таки, ну, что-то показать реально против действительно крепких коллективов, а не просто где-то там прозябать в середине, да, топа рейтинга Hell to Work. Потому что недавно и замены были, и, надеемся, ну, и замена капитана, да, в том числе, когда уже ушел Асилион, Хукси стал ингейм-лидером. Поэтому есть что доказывать и тем и другим. Давайте, друзья, за этим делом смотреть. Истинно датская карта Оверпасс, исторически, наверное. Ну, они попытаются здесь дать бой Ликвен. Гримм, отличное начало раунда, с коннектора уже двоих убирает. Ну, и, в общем-то, возвращается Mad Lions обратно под фонтан. Бомба-то, кстати, утеряна. Надо ее подобрать, она прям под гримом квадрокилл уже ставит грим. Говорит, вот я в Европе, друзья, смотрите, наблюдайте, наслаждайтесь за моей игрой. Просто пистолетку засолил. С двух ног в Европу заехал. Я так понимаю, судя по тому, что где-то они в клубе, наверное, все же вот тоже в Сербии, в Белграде, там были анонсики, что именно сюда коллективы на буткемпы собираются оттуда, отыгрывают американские. Все уютно, все красиво. Вот вам и грим, вот вам и первый раунд. Mad Lions здесь, конечно, встряли так встряли. Вообще, no chance, на самом деле, форма крутая. Это Marvel, да, как раз? Ну, по идее, по идее, да. Судя по цвету. Так, ну, экономический Mad Lions сейчас будут проводить. В общем-то, двумя формилками обзавелись уже Liquid. NAV агрессию проявляет. МХЕшка очень неплохую прокидывает. Элитж приходит на смену, скажем так, героя раунда предыдущего. Пытается с коннектора отыграть. Но, кстати, ливает. Особо в перестрелке эти не встревает. И позволяет под аплент выходить. Но, позволит ли Элитж здесь отыграть? Ну, такой легкой трусцой задавить грима героя предыдущего раунда, поставить бомбу, было бы шикарно для Mad Lions. Ну, грим классно мансует, петляет. И у него 30-патронная эмочка. В принципе, времени оттянул достаточно. Это, чтобы Элитж пришел, напармил себе деньжищ несусветных. Тут и NAV, ну, и закрыт, по идее. Бомбы уже не пахнут для Mad Lions. Да, последнего. Элитж забирает, ставит точку 600 долларов еще в его копилку. И пока, ну, легкая прогулка. Но, опять же, это были глоти. Против двух эко, точнее, против фул эко сыграть с двумя потерями. Оговорочка по фрейду, реально, против двух эко. Против двух эко, да. Так, коэффициент, друзья, париматч на победителя в этой серии. 1.35 на Liquid и 3.05 на Mad Lions. И, конечно же, не забывайте про баннер по трансляции, по которой вы можете получить 100% бонуса на ваш депозит. Калаши у Mad Lions на вооружение появляются. Сейчас и посмотрим, в общем-то, что подготовили Mad Lions против новоиспеченных, да, так сказать, в Европе американцев. Ну, достаточно быстро пытаются пока что форсировать здесь события за счет хорошей раскидки, которая всегда у дачан была. Но попытка зайти на мостик вдвоем фатальна. Отыгрывает Grimm, отыгрывает Twist. Что, раунд за 20 секунд. Никто никого по факту не увидел. 5 в 0 без потерь. Liquid'ы вообще без шансов. Mad Lions, они полетели просто на ноге. Там под воду открылся, но под флешку уже там Grimm сыграл. Точнее, Grimm флешкой сыграл. И Twist, в общем-то, слепого роя урабатывает. Ну и Grimm уже сколько? 7 фрагов, получается, вот за пистолетной. Против эко там еще фраги были. И в сумме у него уже накопилось. 9 даже, да, убийств имеется. Ну, отличное начало. Кстати, у нас Mad Lions, ну, имея там экономику, да, более-менее по 3000. Была бы бомба, сейчас бы все нормально было. Да я к тому, что даже арморы или гранаты какие-то не закупают. Ну, зато крепкий девайс на следующий. Может быть, темп будет уже немного более другим. Да, там и авик появится. Ну, то есть, видишь, соперник незнакомый. Смотреть за ликвидами в Америке это одно. И там результаты очень разные. То есть, какой-то вот сопоставить, да, теории, что происходит с ликвидами со стороны очень сложно. Вот проверить сейчас на себе, на своей шкуре, да, львиной, как играют вообще ликвиды. То есть, ну, жестко потерпели в пистолетке. Ничего вообще не значило второй раунд. На третьем сбегали. Сейчас с деглами поиграют. И уже, наверное, с раунда пятого мы увидим таких структурированных дачан. Те придумки, которые они хотели показать. Там Mavic появится. Ну, пока развлекаются. На флай компания. Как-то вообще без шансов, если честно. На флайон с каждым раунде проигрывают. По фрагам. Ну, на эко два фрага дали. И на этом все. У остальных же не шанса. Еще один раунд без потерь. Пожалуйста. 4-0. Очень уверенный старт. Хотя, вот нам коэффициенты от прематча показали. Я перед матчем видел, что там не очень смелые были котировки. Ну, равные, равные были. Ну, там 1,7 было на ликвид. То есть, до конца понимания, да, вот составить картину, что из себя на данный момент сейчас представляет ликвид. Как они в Европу приехали, будет ли у них там, ну, не знаю, будут ли они ловить какие-то флешбеки или что-то подобное. То есть, вообще непонятно. И все это нужно проверять на практике. Ну, вот, к сожалению или к счастью, опять же, первым соперником для ликвид становится Mad Lions. Ну, скорее, к счастью, могли на кого-то более жесткого попасть. Но посмотрим, сумеют ли они и их пройти. Заметил Эйкор уже пропрыжку от Грима, но, тем не менее, проштрафить его не сумел. Ну, и раунд с минуты 30 будет начинаться для дачан. Занимает уже втроем базу Б, плюс Элитш туда же стягивается, при том, не имея абсолютно никакой информации. Ну, пошла вода горячая, видишь, пошел медленный, выверенный, маринованный Counter-Strike. Начинают с проверки территории, очень аккуратно занимают для себя принципиально важную точку, а именно коннектор, в принципе, от чего можно будет отталкиваться. И, в принципе, любители Mad Lions поиграть в перетяжку, поиграть в фейк. Поэтому, ну, вот, единственное, что, опять же, никто не проверял мидл, там посматривают, вроде как пропуш в спину. Хо-хо-хоу, Стьюи, там и ХЕ-шка задела, я так полагаю, и прострел очень точно залетел. Стьюи, очень близок был, чтобы еще и рефреша подловить в этой ситуации. И Стьюи просто не дает расслабиться и выдохнуть. Ну, тут, походу, Ликвиды, знаешь, я не знаю, они голодны. Их вот на подножном корме держали, а сейчас кусок мяса дали, они прям вгрызаются. Все ситуации пытаются отыграть в свою сторону. Ну, и пока это получается, уже вчетвером остались львы. Времени 30 секунд, направление не определено, так Родж, в принципе, эту спину чекает. Но, видите, по этому направлению Ликвиды не работают, играют сухой дефолт, 3 плюс 2. И, ну, вообще смотрят, будет ли какая-то атака от соперника или нет. Так, Эйкар, монстр проверяет, но подставляться из Ликвид никто явно не собирается. Хотя вот грим на прочек выходит, как же здесь Эйкару не свезло с этим выстрелом. Был очень близок, чтобы заполучить равенство по живой силе. Ну, и 5 секунд, друзья, на таймере остается. Это сейв четвером. То есть вообще Бэдм Лайдс ничего не показал. Сейв Лайдс. Ну да, прострел и до свидания. Красивый вот в чате пишут Буткем, согласен. Клуб вроде какой-то, вот если я опять же ничего не путаю, должны быть парни в Белграде. Ага, видел, тут реакции не хватило, голова мелькала, но выстрела не последовало. А вот Стюи своей возможностью, пусть даже местами какой-то иллюзорный, но воспользовался по таймингу. Отлично приговорил соперник и пока действительно без проблем, но это опять же только старт фейсмейкера нам показывают. Тренер коллектива Мэд Лайдс, вот они и тоже Мэд Лайдс. Тоже на буткемпе, не по домам отсиживаются, в принципе, все вместе, поэтому, ну, можно сказать, что на Лайне, на Лайне и та и другая команда, единственное, что друг друга не видят. Да, и коэффициент, друзья, от париматч 1.95 на over 26.5 и на under 26.5 1.8. Коэффициент, и, конечно же, по баннеру, по трансляции 100% к вашему бонусу и депозит вы можете получить. В Голландии пишут они, ну, может быть, не знаю, ну, где-то в Европе. Тут, кстати, рефреш недавно в комментарии там одному порталу жаловался, что им не хватает опыта в игре против тир-один коллективов. Вот получаете. Ну, получаете, да, да, вот прямо сейчас этот опыт будет зарабатываться. Единственное, что мы отметили уже, и вы это прекрасно знаете, что здесь раскачиваться никому давать не будут. Это сингл элиминейшн, и ты либо пан, либо ты пропал. Да, уже очень много у нас хороших коллективов потерпело поражение, и, в общем-то, дальнейшей судьбы на Бласте им здесь не предвидится. Так, Эйкор, сыграют более медленно уже Мэд Лайнс, минута 30 все живы, и даже есть энтри-фраг по гриму. Ну, это, кстати, впервые вообще энтри для Мэд Лайнс за 5 раундов случилось чудо. Авик засейвленный не просто так, да, приносит результат. Импакт хороший на старте раунда. Теперь главное, ну, правильно этим моментом воспользоваться. Сосан набрасывается изолирующий смачок, переходит на оффлайн на девяточку, и к обороне базы B, в принципе, у Ликвид все готово. Вопрос в том, как будут распоряжаться сейчас временем Мэд Лайнс, что они будут делать, потому что, опять же, роет что-то, да, по-моему, МИД у нас смотрит. Да, все верно. Так, у нас на гриле. Игрывает твист, тропается не совсем удачно, и фреш на этом моменте его подловил. И вот после этого раунда мысль свою скажу уже. Так, Сьюит, окей. Ждет подбор. Стром флешка отличная, но Эйкар! Как же сейчас засейвил он своего тиммейта. Ну и в большинстве 2 в 4 за бочками наф отыгрывает. В девятке уже. Надо помогать, Элиш, я это прекрасно понимаю. Долго за токсиком на флай уже точно не дадут. Максимум один фраг. Дальше будет перекрытие кислорода. Да, так и случается. Ну и Элиш меняет позицию на этот раз на мостике. Тут один отвлекал топов в смоке, другой пикал. И снайперская винтовка этот раунд от Эйкара и начинает, и заканчивает. И вот они раскочегарились. Датчане наконец-то для себя первые берут. Так вот, о чем я говорил. Раунд предыдущий. Медлайнс потеряли одного игрока и решили засейвить. У нас далеко не часто там команды, ну, кулевое решение такое принимают. Сейвить 4 в 5. Это я к тому, что, несмотря на быстрые раунды, и, казалось бы, тут просто летят непонятно куда у нас медлайн, все равно оставляют холодную голову, скажем так, и, ну, без какой-то идеи они выходить не собираются. Видимо, как раз в этом игроке там смачок лишний и так далее. Без него они выхода не видели. И вот сейчас реализовывают. Там пока видишь, надо подобрать правильную методику к этому сопернику. То есть ты, грубо говоря, с планами на бумаге, не знаешь, что с ними делать по факту самой игры. Как бы пробуют сейчас разные, а получается, ну, не все, скажем так. Но чем дальше вот в лес, да, девайсных раундов, я думаю, тем крепче у нас будет выглядеть коллектив медлайнс, и тем больше проблем будет у ликвидов. И по разнообразию направления должны удивлять, потому что пока неизведанная территория, белое пятно просто вообще на ланге, в душевые никто не выходил ни разу. Роидж там так спинку смотрит иногда, но все же вот к моменту обигровки краски центром, карты здесь нужно возвращаться, это львы прекрасно понимают. Так, ну, а, длину занимает, просматривает туалеты, там, в соло лишь Роя отыгрывает, и выход под базу Б, очередной от медлайнс, возможно, будет сделан. Либо фейканут, все-таки 50-никунд на таймере еще позволяет нам на воду сместиться, выйти в коннектор под аплент, но, видимо, здесь задумка иная. Удачан. Так, Роя. С люркером играют. Там, кстати, трое на точке А, но так вот разрозненно максимально здесь уже готовится, вроде как, выход на базу Б, под собственную флешку, твист не устоял, тиммейт снайперская винтовка Стюи попытается покрутиться, аж еще и флик по второму, третьего плечика заметил, и не дают момента уязвить еще одного льва, но, тем не менее, большинство создано, и тут, наверное, надо четко заканчивать. Делом техники весь этот момент выглядел для коллектива Ликвид. Стюи, это просто машина фликшотов какая-то. Очень шикарно отыграл, несмотря на то, что твист в близкую погиб, хотя, казалось, вот в таких ситуациях обычно опорник там, ну, минуса 2-3 даже способен выдать, но, тем не менее, флешка уж слишком флигранная была. Яркие какие, буткемпы в Голландии, прям, сочные цвета такие. Не, ну, красивые, красивые, правда, смотрятся. Если посмотреть, допустим, на Ликвид, а потом на Медлайнс, то, как бы, посмотрите, да, на Ликвид, а потом на Медлайнс, потом опять на Ликвид, а потом... Ну, кстати, не все на буткемпе. Сьюш, например, с дома, судя по всему, играет. Ну, да, да. Смейкер тоже не присутствует, видимо, с командой рядом. Вот три игрока собралось рядышком. Ну, мы видели такое. У Na'Vi три игрока с буткемпа играло, два из домов, Electronic и Simple, у Astralis такие моменты. Не, побольше, кстати. Там еще в белой футболочке кто-то находился. Четверо, получается. С этой стороны три было, и там еще двое сидело. Может, там двухкомнатный люкс в отеле в каком-то. Они решили так снять, поиграть. Знаешь, опорники базы Б там в одной комнате, а остальные в другой находятся. Так, ну, деньги. Не бесконечные Медлайнс. Они, конечно, один раунд выиграли, но, опять-таки, там средств не так много и оставалось, поэтому вынуждены сейчас форсировать события с Калашом Галилом, двумя еще более слабыми девайсами. Ну и что, под выход под базу Б уже, наверное, не стоит очередной раз демонстрировать. О, а тут, да, ну, проверками, да, хотелось сказать, тут близко будут занимать Ликвида. Не, все же, посмотрели дугу, посмотрели лонг, издалека так опасливо играют, и, в принципе, ну, их понять можно. Если у Медлайнс, да, незнаком соперник Ликвида, то у Ликвида примерно такая же ситуация. В принципе, пока играют такой строгий, сухой, дефолт, и, в принципе, отдают бразды правления своим соперникам, и уже закрывают их на поздних стадиях, чисто по коммуникации, чисто по отличной форме. Я думаю, форму они набрали. Какие-то праки все же они уже в Европе играли. Думаю, там недельку сидят. Конечно, об этом, ну, вряд ли кто-то расскажет. Но если такая, друзья, у вас инфа есть, да, пишите нам в Твиттер, будет интересно узнать, то есть сколько они там в Европе, с кем они играли. Может быть, кто-то что-то знает. Так, Грин есть. Ой, Сьюш, как же. Филигранок сейчас скрывает голову. Грин, а забирает еще и Твиста. А, 3-5, ситуация мгновенно остановится. Роя с длины нечитабелен сейчас для нафа. Тот проходит уже в банк на хелпу в АЗБ. Ну, Аплент уже так-то занят. И вот только Элитш может исправить положение в этой ситуации. Забирает Хукси. Ну, видишь, Аплент занят, но это будет спина. Враг делает рефреш, очень необычную бомбу ставит. Элитш, погибает по итогу рефреш. Увица как боженька забирает еще и стюит, укея. И последний наф остается, а там спина уже подгорает. Наф на АБЦ отыгрывает. Ну, в общем, Тороя должен ставить финаль. Христовый поход за снайперской винтовкой. Пацаны надо, пацаны отвечают надо. Все четко разрулили, создали видимость выхода, запустили спину. В общем, точнее, создали видимость выхода на точку А. Там было сразу три человека, и вот в таких вот неоднозначных позициях были американцы. И им, конечно, силенок на удержание базы Б не хватило. А вот этот ретейк выглядел, ну, немного разрозненным на самом-то деле. Первые неприятные эмоции в Европе. Вот уже мы видим, Тогрим веселился, веселился. Раскачивается, раскачивается Матлайкс. Вот по ощущениям игра вот немножко в свое русло становится. Посмотрим, что будет далее. Все-таки последняя экономика у Ликвид сейчас остается. Если этот бай не реализовывают, то далее, сами понимаете, придется уже эко играть. Ну, а вот и пошли активности. А даблпик будет, а по одному пока что, ну, НАФу не дали уже перезарядиться. Сьюж казнит его. Здесь подсадка на воду. Также коннектор подсматривается. Но Сьюж где подставляется и близко. Но тем не менее, снайперскую винтовку уже обезвредили. НАФ, кстати, восемь фрагов имеет. Лишь Крим его обгоняет. По старту чудовищно много набил. Сьюи. Отлично выпадает после Сьюжа. Там через смачок, да, я так понимаю. Да, да, по ножкам. Прицел поставил заранее. Ух, тут неприятное ДТП могло случиться. Но все же... Рефреш, Сьюж живы. Все нормально, вчетвером. Очень важны эти парни. Ни в коем случае здесь нельзя было погибать. Гранат килограмм. И им нужно пользоваться будет на концовку. Он заметил первым Роя. Но тем не менее, Датчан просто среагировал. И по итогу увольнение Эллиджа произошло в прямом эфире. По собственному желанию причем. Да. Без золотого парашюта. Так, ну и Мэд Лайнс. Вектор атаки наконец-то меняет. Видимый выход под Аплент. Но опять-таки там готовы будут уже два опорника. Сьюи также приходит на Хелпу. А Твист поджимает очень далеко монстр. То есть, ну, тут по-любому два опорника уже под Аплентом будут отыгрывать. Единственный вариант у Мэд Лайнс, это вот на 30-й секунде сейчас сместиться через коннектор под Б-сайт и выйти на абсолютно пустую точку. 80% на троих, конечно, у Мэд Лайнс. Немного смущает этот момент. Да, не особо внушительно. Сьюж. Ну, видишь, угадывает. Угадывает. Плюс спина будет в любом случае. Ликвид должны такое забирать, если честно, по ощущениям. Да, Грим не прощает. Грим также дуэль выигрывает вторую. Рефреш. Ну, два красных. Там на двоих буквально 49 хп. Потерпеть, Сьюи, немного. Тут время поджимает. Еще пик Абомбы он не слышал. Просто рану маневр. Абомба выпала и по итогу твист. Он рисковал сейчас. Но, тем не менее, эту перестрелку он выигрывает. И выигрывает раунд для коллектива Ликвид. Но на Тоненького был. Бомбу забыли. И куда они пошли вообще-то? 10 секунд на таймере оставалось. На что вы рассчитывали? Не совсем понятно. Ну, как-то вот увлеклись они этими спиновыми дуэлями. Постоянными перепроверками. Немного здесь, конечно, тайминга не хватило. Раунд, в принципе, неплохо выглядел. Но слишком, видишь, и много здоровья потеряли. И времени, по факту, заход не особо-таки оставалось. Сложно, сложно было что-то показать. Но пытались выжить максимум. Особенно вот этот рефреш. Неожиданный. Так, ну у нас пауза, насколько я понимаю. Тактическая от Ликвид. Что интересно. Первая из четырех. Да, ну понимаете, что раунды не выиграли. Но при этом денег не особо много. А вот Мед Лайонс комфортно, в принципе, себя будут ощущать. Друзья, коэффициент от париматч на первую карту. 1.28 на Ликвид. И на Мед Лайонс 3.45. Ну и по бонусу, точнее по баннеру по трансляции, вы можете получить бонус 100% к депозиту. Рефреш на дигле. У остальных все, в принципе, замечательно. И раскидки достаточно. И по девайсам все отлично. АВБ засейвил с раунда предыдущего. А вот Тим Ликвид без авика, оказывается. Но сейчас, кстати, самый классный шанс для того, чтобы львы и третий забрали. А там Форс придется делать Ликвид. Ну, я к тому, что, видишь, вроде как что-то не получалось, не получалось. Но пока по раундам хватает времени, да, в первой половине еще. Дистанции хватает для того, чтобы тут и пять все забрать. В принципе, чувствовать себя комфортно во второй половине. Так, Фукси. Да, тут на пятерку абсолютно спокойно могут выходить. Опять-таки, берешь этот раунд, следующий Форстом, диглы какие-то будут. Да, и где-то в концовочке, там, в последнем уже добираешь пятый и можешь быть с собой полностью доволен. То есть, как для команды, которую ты мог видеть только по телеку, да, грубо говоря, по демкам. И то против американских коллективов. То есть, с планом на игру тут все в порядке. Это видно уже на бумаге. Но вот на реализацию пока нужно время. Так, Эйкар, а там в близкую уже под сеночкой. Нав отыгрывает, и как же его отлично ловит здесь Эйкар. Реакция на месте. Ну и с антри фрага очередного медлайна для себя начинает. Причем именно Эйкар, да, у нас эти антри. Ну, причем старались максимально так вот стандартно сыграть здесь Элидж с тиммейтом. Под флешку Элиджа Нав должен был пикать, но знакомый маневр для датчан, естественно, они все это понимали. Вскрыли, и теперь Элидж на гранате. Мог бы сейчас сделать пробик, Элидж ливает в банк, там по стюне очень жесткие прострелы залетают. Элидж подлинно открывается, но здесь Эйкар и Роя делают парный выпад. И дабл килл, это сейв, да. Там денег нет, как бы выглядит все как возможный форс, но два фамаса. В общем, как бы у нас ликвид хорошо не начинали, сейчас вот реально могут испытать проблему. Поскольку все мы знаем, что зачастую у нас команды за диффенс получше на варпасе отыгрывают. И там условных пяти-шести раундов может быть вполне достаточно. Да, в принципе, оверпас всегда был в Мэдлайнсе. Вот вспоминаю весь 20-й год, когда еще Хюнден был, он был очень опасен. Возможно, какой-то супер крепкий соперник, с которым и история встреч была, и в принципе практики очень много. И оверпас у них там, третья какая-нибудь карта. Там еще проблемы были. Трейн еще хорошо играет? Не, конкретно про эту карту. Ну, Трейн тут, видишь, мы не увидим, что ликвиды его не играют. Вот. А как бы я к тому, что всегда оверпас где-то был в Мэдлайнсе. И, ну, это не самый приятный соперник. Просто тут, скорее всего, такой момент, что, знаешь, Хукси использует опыт предыдущих капитанов, да, наработки всей, добавляет еще что-то свое. Как бы к этому подготовиться ликвиды тоже, по факту, не могут. То есть база там шикарная, а по форме, я думаю, здесь, ну, Мэдлайнс ничем не уступают ликвидам на данный момент. Ну, именно в стрельбе, я имею в виду. Может быть, где-то там еще, знаешь, какие-то шероховатости по коммуникациям, потому что не так давно два новых игрока пришло. Но все молодые, все друг друга знают. Датская сцена у нас такая обширная, но, с другой стороны, все со всеми поиграли. Все все знают. Так, ну и пока смотрим по два фамоса. Раунд от ликвид. Да, ну и entry на этот раз ликвид для себя все-таки оформляют, лишая жизни уже Сьюша. Рефреш под монстром также контролят. Но здесь в коннекторе два игрока ликвида копались. Лич пари с нафом. Может быть, подсадку сделают и оставят чисто на прочек шариков. Но нет, идут в подпуш. Кстати, могут в спину выйти, если рефреш не проконтролят. Ну, а могут и не выйти. На самом-то деле тут трое уже. А тут пустой аплент, вот только грим подходит на хопу. Тут вот такие звуки, там ветер, перекати поле. Да, где-то уже полетелось здесь рядышком. Ну, понимают ликвиды, что опасность отдать точку А, она была. По таймингу расходятся грим с роем. Опа. И с одной стороны роя не ждут, с другой стороны грима тут вообще никто не ждал. Но прикрыл тиммейта, да. Так, рефреш. Вот сейчас элитж может потерпеть крушение, скажем так, в спину. Ну, но у рефреша в спине тоже есть спина. Ну, это какой-то карнавал. Просто спина в спине спиной погоняет, на спине едет. Но по итогу все это приводит к тому, что большинство для ликвид. Есть шанс на выбивание этой бомбы. И Хукси, капитан. Там диффуз китов нет. В принципе, Хукси потянет еще секунд 10 и может рассчитывать, но нав прострелом. Ну, вот спина в спине в спине. Да, вот у нас сыграла здесь. Друзья, не так обидно проиграть раунд, как обнаружили, что в холодильнике нет безалкогольного бадлайта. 8-3. Ликвид уже обеспечили себе комфортную половину. Осталось только разобраться с вопросом, насколько далеко в отрыв они уйдут. Ну, как комфортную? Тоже не до конца понятно. Ну, 8-3. Что-то хороший. Ну, да, с одной стороны, как бы, хороший. С другой стороны, мы знаем, что на Эвербассе... Ну, команда, которая знает, что делать. Сейчас концовку, как мы предсказывали, берет парочку раундов. Возьмут пистолетку и, может быть, мы даже что-то очень близкое увидим. Короче, неоднозначно пока, друзья, первое знакомство после 272 дней отсутствия в Европе с этой самой Европой у Ликвидов. Ну, пока вроде все неплохо. Пока 8-3. Да, но опять-таки денег заработать не удалось. В этом раунде выжило лишь два игрока, которые и то потратились на гранаты. Засейвили, зато АВП. И вот сейчас с ним можно будет отыграть игр. Обидную промашку допустил уже в ситуации 2 в 3. За счет чего, в общем-то, раунд и был проигран. Так, пошла инфа, что лонг есть. Остаются вдвоем, ну, в районе дуги туалетов. Игроки третьего стягивают себе этот стюй будет на базе. Вопрос изменения направления будет он или нет. Нет, здесь хорошая флешка, хороший пик. Только вот... Ну, АВ ушел, тиммейт не ушел. Ну, и по-прежнему двое с дуги. То есть, лонг, заходите. Но если кто-то еще не пойдет через эти смоки по банану, то у дачан могут возникнуть серьезные проблемки. Тут еще война люркеров от базы Б тоже очень интересная. Ну, Гримм там контролит вроде бы короткую трубу. Рефреша держит на прицеле. Знает точно, что тот... Ну, где-то в районе монстра. Так, ну и вскрытие слонга, минус рой. Все-таки дуэль люркеров рефреш выигрывает. Самый неожиданный тайминг заходит. И тут появляется, ну, возможность просто свернуть на базу БМ отлайн, с чем они, собственно, фастом пользуются. На точке больше никого не присутствует. Пока перетяжка будет. Вопрос вот, будет ли она. Да, твист пошел до конца. А это значит, что тиммейту делать нужно то же самое. Так, ну, против четверых. Не знаю, шансы очень малы. Да, твист перестреливает только одного и то дамажного. Ну, и, наверное, уже с тюй не пойдет. Последним остается. Ну, через девятку. Ну, один в три смотрится крайне оптимистично, да. Это выбивание для стюи. Но, опять-таки, только оптимизмом его не выйдет. Да, Эйкар девятку проконтролил. 8-4. И вот сейчас беда. У Ликвид, несмотря на то, что я упоминал, что комфортный счет. Сейчас придется делать форс. Это потенциально 8-5. Потом экономически 8-6. И вот вам и равная половина. В принципе, может нарисоваться. Нежданно-негаданно. Вот улыбки с лица. Ликвид и вправду уже пропадают. Ну, да. Видишь, старт по факту как бы ни о чем не говорит. Зажгли по стрельбе. Грим. Раунды девайсные брались. Пары до времени. И то, знаешь, очень простые. Стоим на пунктах. Ждем, что будет дальше. Перестреливаем. Диффузим. Все нормально. Вот когда уже предлагают немного другие правила игры Madlines. Тут уже становится не до смеха. Четвертый действительно есть в кармане у Madlines. Близко к тому, что будет пятый. Вот пятерка, о которой мы здесь... Всю первую половину Талдычи мы разговариваем. Я думаю, будет вполне устраивать Madlines. Но аппетит приходит во время еды. Чего бы на 8-7 не выйти. Вполне можно. Главное сейчас не допустить ошибок против тех самых диплом. Мы знаем, Ликвид, ну, исполнителей хватает. Ну, тут главное принять правильное решение. Проконтролить старт. Плюс там лонг, дугу сыграть. Самые дальние дистанции. Уверенно в собственной стрельбе. Пуш. У нас А вот и антрефраг. Для NAF'а. И должны вторую передачу Madlines просто включать под одну из точек. Понимая, что там парочку игроков-то точно было в коннекторе. Но решает под базу B выйти. И пока что Ликвид, по-моему, ориентируется под апплент. Но не все. Лишь твист у нас туда стянулся. Лич остается отыгрывать на воде. Эх, как бы сейчас вот не перезатянуть здесь по таймингу Madlines. Очень похоже на это. Готовят раскидку на базу B. В принципе, вот попетляли-попетляли на карте. От этого плюсов не получили. И уже свой врыв. Понимают, что там по-прежнему пистолеты. Взяться нет. Буду никаким ММКа, Мавику, естественно. Ну и чисто на ноге подразмен могут себе позволить. Лич. Ну все, это раунд, на самом деле, для Ликвид. Должен быть. Бесшансово, я бы сказал. Здесь разбираются. И не пользуется Madlines шансом выйти на очень хорошую половину для себя. По итогу сами по деньгам остаются у разбитого корыта. Там 1600, 1700. Ну форсить придется, видимо, от двух-трех девайсов. Та-да-да-дам. Не, ну Ликвид молодцы. Тут по-другому не сказать. В общем-то поджали очень свое время на коннектор. Плюс Лич стал возднем прикновения, да, уже. Окончательным. Ну и Нав красава, вот от него многое зависело. Не дай он минус подъема, Элиш бы не успел, Твист бы не успел. А так все чинно, мирно, благородно, аккуратно. И неожиданно для Львов у них отбирают тот раунд, который им был. Позарез нужен. Так, у нас на аватарке Хукси с бородой, а тут он без бороды. Где борода? Апгрейд. Помолодел. Тактическая пауза. Пейсмейкер попытается вернуть все в нужное русло. Нужным руслом было здесь, ну, взятие семи. Вот к этому шло. Ну, шести, наверное. А хотя бы на пять теперь выйти. А теперь да. Денег просто нет и жестко. Коэффициенты, друзья, вот париматч на 26,5-2, на андер 26,5-1,76. И по баннеру по трансляции вы можете получить 100% к вашему депозиту. Все так. Слишком легко выдалась эта приемка. Для опорника. Ну, десятый. Десятый для Ликвид. Выпутываются из сложных ситуаций. И вот я говорил, кстати, что там слабенький оверпасс у Ликвид. Я, скорее всего, с ЕГЭ их перепутал. Потому что у Ликвид здесь 100% винрейт за шесть карт. Опять-таки соперники там далеко не самые сильные. Но в любом случае. О чем-то это говорит. То есть, в принципе, играют его пока успешно. То есть проблем, как минимум, да, против американской сцены не было в последнее время. Хотя бы что-то это додает. Так, ну то, о чем я говорил. Вот АВИК нужен был на последний раунд. Именно поэтому делали сливной предыдущий. И, кстати, АВИК не зря. Уже ЭКР-центри фрагом. Но он очень хорош сегодня с АВП. Откровенно говоря. Фраг-лидер в своей команде. И очень много энтри делает. Вот даже в этом раунде. В том числе. Ну, еще второго попутно забирают. У нас отметил Сароя убийством. У Элиджу. Так, ну и втроем. Тим Ликвид. Что, онлайн делать? Стакаться втроем где-то? Либо 1 плюс 2 отыграет. Сутью по передвижениям Стюи Тукея. Соло попытается принять базу А с АВП. Ну, здесь, наверное, более агрессивно тогда стоит по длину сыграть. Именно этим сейчас Стюи занимается. Так, ну двое остаются на базе Б. Стюи один со снайперской арентовкой. Я не удивлюсь, если Эйкар его проконтролит. Ну, заметил. Ох ты, всего лишь. Если бы он мета попал. Очень близко было. Так, за машину. Просто прочитано. От Бэд Лайонс. Ну, само собой, это дефолтный Молик. Но, тем не менее, прям по таймингу. Ну, по-хорошему, вот в такие безвыходные моменты надо сейвить. Но это последний раунд. И тут уже, конечно... То есть, изначально даже позиций через 15 секунд на выбивание не будет. Пока дойдут. Еще и на шифте передвигаются. Еще и на шифте. Ну, в принципе, супер очевидно. Где они будут раскрываться. Там, коннектор в любом случае контролится. Они, конечно, об этом не знают. Ну, рефрешда, посматривает спину. Есть тут гранаты. Он сейчас грамотно ими воспользуется. В принципе, зонировать позиции для себя, которые считают самыми опасными. Закрыли по 90 Моликам. Вычекивается Глумба. Твист попадает. Тиммейта съедают. Твист последний. И разрывайка случилась с Твистом. Вот вам, друзья, первая половина. Ну, могли лучше. Кто? Мед Лайонс. А могли и Ликвид. Лучше. Ну, очень старт сильно подпортил, на самом деле, в целом, половину для Мед Лайонс. Потому что потом игра от них, ну, хорошая пошла. Бесшансовый пистолетный, конечно, был. Там серия еще. Парочки раундов. Но, тем не менее, вот тот самый Форс, наверное, стал вот ключевым. При счете 8-4. Когда Мед Лайонс могли, ну, полностью уже инициативу перехватить. Но где-то не повезло. Где-то очень. Ликвид сыграли. Или там с ТЗшки двоих законтролил. Или где-то, наверное, не тот раунд выбрали, как против Форса сыграть. То есть, возможно, там чуть, типа, быстрее что-то там. Либо какой-нибудь пуш на базу Б вместе. Может, это что-то по лонгу. Что, в принципе, получалось. Сыграй. И досадной вот этой вот удачи не было бы. Но есть как есть. Как, в принципе, было при счете 0-0. Здесь непонятно. По шансам, да, коллективов так, в принципе, остается даже на первой карте. Кстати, пока мы смотрим, друзья, красочные хайлайты, напомним вам, что сегодня на Бласте еще один матч будет. Не менее интересный. Геройки. Та команда, которой здесь, в принципе, быть не должно было бы, если бы ЕГЭ приехали тоже в Европу. Да, потому что Геройки у нас что? Правильно, проиграли против Готсон. В квалификации. Да, 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 да. Но, тем не менее, как бы, позвали очень хорошую команду. Организаторы Бласть, потому как ЕГЭ не приехали. И вот за этими парнями мы тоже сейчас посмотрим. Кстати, против кого они? Против Endpoint. Да, там же Endpoint сейчас рубятся. Они сейчас в гранд-финал рубятся против Sprout на ИС. Ох, ну это будет интересная встреча. Я не знаю, там как выжатые лимоны будут, наверное, Endpoint. Но тут вопрос, вот, выжатые лимоны с хорошим настроением или же все-таки поникши? Потому что там за квоту на ESL, и как бы некоторые коллективы себе, знаешь, там на год ставят задачу. Вот за этот год выйти на ESL Pro League. Ну да, я просто помню случай, вот еще когда Hunter и Nexa были в Crazy, они по итогу вышли на мажор через минор, а там давал интервью кто-то, ну, допустим, да, Nexa игрил в интервью, что нам организация поставила на, помню, 18-й год был, на год задачу выйти на ESL. А на ESL они так и не вышли, вышли на мажор, по итогу на мажоре сыграли круто, и двое пошли в G2. Да. Такие истории бывают. То есть, конечно, для многих коллективов задача приоритетная. Посмотрим сегодня за Endpoint, на самом деле, там-то финал BO5. Не, ну просто ESL Pro League, это у тебя стабильная практика будет с топовыми коллективами. Месяца полтора. Ну, как бы, если онлайн продолжится. А если не продолжится, то тоже месяца полтора, просто там такой формат по группам. Да-да-да-да, разные группы играются. Double Elimination. Ну, у нас, друзья, пока небольшая пауза между половинами. Вот, наверное, такие же чувства посещают игроков Liquid, как и нас с The Dice, что ничего не понятно до конца. То есть, вроде как, задел за сторону защиты 10 раундов, но... Здесь пистолетка решит очень много для любого из коллективов, откровенно говоря. То есть, если Liquid берут, там, не проигрывая фарсу, то есть, беря как раз эту серию, там, 3 подряд, 13-5 счет, вообще шикарно. 10-8, камбэк близок. Ну, с другой стороны, видишь, тут настолько, как бы, команда опытная, Liquid и Madline, с другой стороны, что... Одной пистолеткой сыпь не будешь, да и те, и другие могут за счет фарса перевернуть. Тем более, что Madline эту карту вообще пикали, у них здесь должно быть, ну, uber много всяческих придумок. Я имею в виду за сторону защиты, естественно, потому что атаку они уже показали. Защиту оверпасс любят коллективы, которые, ну, ищут сами свой первый минус, создают ситуацию для себя, и потом уже там уходят в глухую оборону, где-нибудь под концовку пропикивают что-то еще повторно. Смотрим, ладно, вторая половина началась. Пистолетный раунд с подсадки, Родж... Я не знаю, можно теперь сказать, у кого какого размера обувь у Liquid, но больше ему эта подсадка ничего по факту не дала. Он, тем не менее, жив. У нас каждый игрок в Madlines остается. Выход под аплент понемногу Team Liquid маринуют. Ну и окопались Madlines четвером под B. Здесь Эйкеру, ну, очень сложно придется. Все-таки Навике, может быть, и принял бы, но вот на пистолетном раунде здесь задача, конечно, намного усложняется. Один минус дал, ну, хотя бы с минусом погиб. Ну, ждал слева, ждал справа, не понимал, откуда будет инициатива, но все же обошли его в спину. Да, до этого дает минус. Бомба ставится, бомба внешняя, есть позиция на ланге, есть двое в планте. В принципе, все пока что выглядит очень безопасно. На флай просматривают вообще глубоко. Аж коннектор. Тут ковбой у нас нарисовался на рефреше. Но это больше пугач такой. Байтит на себя максимум. Упси, Грима забирает, но череда фрага вот атаки пошла. У нас юж последним остается. Ну, легко, непринужденно. Ликвид этот раунд пистолет. Две пистолетки, кстати, забирают. Да, две из двух, это очень хороший кандикап. Ну, если удастся, опять же, добавить к этой пистолетке плюс. Да, плюс два тех самых раунда. Ну, либо Мэн Лайонс могут сыграть Эко, а потом уже закупиться на 12.5. Тоже как опция такая присутствует, но опять-таки не особо часто команды у нас занимаются подобным. Коэффициенты, друзья, от паримача 1.25 на карту. Ликвид и на Мэн Лайонс 3.75. И по баннеру по трансляции 100% бонуса к вашему депозиту. Так, наф. Так, здесь форсбай, кстати, вчетвером под А-плантом на этот раз Мэн Лайонс. Ну, что-то среднее они пока что играть не хотят. Вот укрепление по старту вчетвером одну из точек, вот это их план пока что. Пытаются угадать и заварить тут, конечно, такую очень приятную кашу. Но пока очень осмотрительно действуют Ликвид и их смущает этот смог. Ну, и они будут достаивать то его окончание. Естественно, время идет, но времени пока что более чем для любой концовки этого раунда. Вот вопрос, развалится ли эта комбинация Дуга плюс Душевые. Оп, пошла проверка с фармгана. Стюй напрыгивает на первого как Коршун, видит второго. Но тут уже, конечно, посложнее. Два в два, размен. Так, два раздамаженных по обе стороны баррикад остается у команд. Эй, какую голову залепил просто Гриму на 18 кп стрейф ваншот. Хорошо сыграно. Ну, теперь Мэн Лайонс в большинстве очень хорошей ситуацией оказывается. Можно сыграть парно, да, под базой А. Плюс имеется на воде еще Сьюж. Который, в принципе, базу Б контролит, поэтому перемещаться никуда Мэн Лайонс явно не стоит. Чем они там занимаются? За машину, что ли? Нет, а куда? А куда Мэн Лайонс ушли? Ну, угадали, видишь, по старту направление. А сейчас через вот этот фейк тайминг. Так она в одежде, что у вас чел стоит. Куда? Чем смысл? Могли через тест-паун вернуться. Ну, недопонимание легкое. Ну, так он бы все равно через тоннель заметил же. Ну, ладно, сыграли как сыграли. Теперь ретейк 2 в 3 делать без диффузки. Да ладно, уйдем на... Точнее, уйдем на Б. Нет, все же внутренняя бомба под банк. Ну, и вот интересует очень разбор позиций. То есть, видишь, и тут и Ликвиды уже не понимают. Времени прошло много, им отдали бесплатно абсолютно точку А. Они не понимают, почему так произошло, откуда ждать ретейка. А ретейк... Ну, пока... А второго Нав может не ждать, хотя просматривает топает. Прыжочки, рефреш, ставит ему голову. А там уже сьюж с калашом, но вот диффузки топ нет. Ну, слышит твист, кстати, вот этого правого. И знает точно, что один был из банка. Откуда ты из района... Заметили? Все, собирай в кучку, храни. По второму реакции хватает. Не хватает, но вот в голову не навелся. Ставит голову сьюж, да. Не хватает. Надо ему уходить. Тут вопрос в чате, почему делают форт, почему неко. Ну, видите, видимо, какие-то демки смотрелись. Плюс их карта, плюс уверенно в своем... ...раунде были. Ну, и по старту выглядело все очень уверенно. Но по концовке... Перетяжка очень смутила, если честно. Ну, окей, 12-5. Медлайн сами себя загоняют в очень неприятную ситуацию. Так бы забирали форс. Могли бы там и серию, скорее всего, оформить. Ну, а теперь игра в долгую предстоит. Вам вот в очень долгую. Хотя бывают моменты, когда команда понимает, что выбила всю экономику. Вот даже там, имея там 4000 эйкера по 2600. Ну, какие-то фамасы раздропать и так далее. Ну, делают форт лайн. Да, но тут, как бы, тут понимают, с другой стороны, скорее всего, Медлайн, что сейчас супер аккуратно будут играть Ликвиды, когда они получили этот урок на виду. И второй раз так удивительно в старте раунда им, скорее всего, нет дату. Но постояли вдвоем на коннекторе. Интересный байт. Опа, пошел Элитш. Ну, не самые простые 600 долларов в его жизни. Сьюш, рефреш. А тут Эко может залететь. Сьюш просто делает трипл килл уже. Это один калаш, и остальные на юспах находились. Нав. А вот и сложная ситуация теперь для жидких. Для жидкого. Для жидкого Нав. Ход конем от коллектива Медлайнс, как бы это ни звучало. И тут, конечно, в атаке конь не валялся у Ликвид. Только я хотел сказать, ну, точнее, я это сказал, что будут аккуратные. Никакого форса нет от Медлайнса, и они пошли просто в коннектор. Погибать. Ну, единственный плюс, наверное, это то, что в рознь отыгрывает Медлайнс. И вот по одному можно дуэли выиграть. Да, но ты идешь в дугу, вскрываешь дугу, у тебя приходит спина. Ты идешь проверять спину, у тебя... А, они вдвоем на Б, боже. Хаешку закинул. Так, надеюсь, Эйкар в упоре с юспом может Нав и не проверить так-то. Хотя, обращайте внимание, ХБ абсолютно не потерял. В Дубе Диггл, да. Нав такой заклачивать может. Нормально, ну, чушь! Ну, батя. Ну, просто батя. Взял инициативу в свои руки, переводился в разные стороны. Перефреш еще поддержал убийством. Не, ну тут, конечно, мы исполняли ликвида. Один выходит спиной к шарикам. Ну, это ладно. А второй куда смотрел, вообще непонятно. Типа, Элитч, я помогу тебе. 12-6. Слушай, а денег-то вообще не будет. Сейчас форсбай вот с пистолетами. И, в принципе, Мэд Лайонс, ну, выходит на более-менее нормальный счет для камбэка. Ну, если, опять же, выходит так. Если выходит, конечно же. Приятный момент для Экера. Поймал флешку, надо уходить. Пока, в общем, никаких перестрелок не было. Понимание того, что там играется раунд с тэками и диглами. Особого дачан нет, но оно совсем скоро придет. Где там на флайпе просел? У него просто 4 гранаты. Ему ни в коем разе вообще погибать сейчас нельзя. У него вся раскидка практически по точку А. Так, ну и тихо сапой. Аккуратненько. Причем рискуя, но рискуя на шефте через этот смог за счет массовости выхода. Здесь в тихой заводе и в тихой гавани просто Мэд Лайонс втроем уже планы готовы принимать. Твист. Заходит за машину. Роя забирает Элиджа. Есть размен от Крима. И два со смоками, оказывается, опорника. Так, тут карусель, карусель. Все же до бомбы дело доводят. Подобрать пока девайс у игроков атаки не получается. Да, приговорили Твиста, так и остался на кабине. Ну и в принципе зря. С Тьюи с Сэмочкой. Ну два красных игрока у Ликвид. Ну Грим в упоре, так чтобы точно хедшот прилетел с первой. Работает сразу против двух позиций. Но открывается первым. Мы его здесь ждали. С Тьюи уже ничего сделать не смог. На флай аккуратненько за клумбой последней. Его пропикивают вдвоем. И этот раунд все же за дачанами. Да, уверенно ли тейк произвели. Но опять-таки очень спасло то, что там и ХЕшки оказались в нужное место прокидуты. И в принципе по ХП Team Liquid себя очень уверенно чувствовали. Так, ну 12-7. Камбэк поехал, друзья. Выключили дальнобойщика. Просто выкинули из кабины. Да, твоя остановка конечная. Говорят, выходи. Бомбу поставил, хватит тебе. Так, ну Ликвиды как бы практически начатое до конца довели. Вроде бы бомбу поставили. Но денег при этом потратили очень много. Что не позволяет им сейчас сделать бай. Ну конечно, конечно. Там был лус-бонус. Минимален. 2000 на руках имеется. Так, роем. ХЕшку на старт прокидывает. Ну раздамажил лишь стюит. Окей, она 19 хп. Ну теперь Медлайн сыграет в классический диффенс на оверпассе. 2 плюс 3 по плантам. Никакого аллы на 4 плюс 1. Хотя, может, по более позднему таймингу уже будут принимать подобные решения. Так, Ильич хочет разведать, что у нас здесь в туалетах находится. Ну в принципе диглы есть у Ликвид в количестве 4. Ну пощипать, потрепать, я не знаю, нервы сейчас и пощипать перышки команде Медлайнс. Это то, что доктор прописал. То есть, возможно, раунд не выиграть. Ну там, один хэдшот заставить перезакупаться. Там калаш, опять же, есть выключить его из борьбы. ХЕшка. Отличная ХЕшка прилетает. Хотя, кстати, не так уж и много хп она. Наносит Эйкер. Под свой же молик пропикал грима. Эйкер, Эйкер, Эйкер. Тут Роя уже халпует. Попадает прострелом. Ну и Роя должен дорабатывать уже оставшихся. Ухся. Подоспел своевременно на помощь. 12-8. Ну и Team Liquid сейчас в ситуации, когда не ставят бомбу, раунд за два. А до плента могут Медлайнс и не допускать. Хотя вот под тем раундом, что мы видели, да, тот же Форсбай с Тек-Нинами, там, в принципе, проблем, чтобы выйти на точку А, не составил. Я очень хочу увидеть, увидеть какой-то классный раунд у Ликвитов под башбе. Возможно, самое время. Потому что пока мы... Самый классный раунд. Пуш с Маки. Да, да, возможно. Кстати, это будет прикольным решением. Обычно, кстати, такое после паузы делают. Любители, многие коллективы на оверпассе попушить монстр. После долгого обсуждения на тактической. Ну, а здесь мы видим, опять же, игру в контроль. То есть, заход подвал, заход Мидл. Смотрится монстр. Там смачок внешний со старта раунда лежит. Плюс болото. Летят прострелы. И Ликвиты, ну, играют в раскачку. Уже по ходу раунда будут принимать решение, что это будет за концовка. Но пока пытаются обзавестись каким-то энтри. Так, ну, хочется Айкера еще более увидеть активно. Занимает сейчас шарики. Может прочекать фонтан. А там у нас Элитши есть. И попадет ли он в прицел? Да. Сфотографировал Айкер. Своего посетителя. Грим. Тайминг. Ловит. Грим. Грим. Грим не растерялся. Слушай, ну просто... Стопул твоих. Я не знаю. Гоп-стоп на коннекторе. По-другому это никак не назовешь. У него попросили закурить. А он, я не знаю, таких лещей отвесил. Ой-ой-ой. Не курю, говорит. Не курю, да. Здоровый образ жизни, пацаны. Давайте. Как-нибудь в следующий раз. Ну и остались втроем. Мэд Лайнс из хорошей ситуации по старту для себя. Они сейчас... Все еще все хорошо. Два под монстром. Там два раздамаженных игрока Ликвид. И в принципе, вот если без Энки фрага будут... Ага. Забирая свои слова обратно. Хотя рефреш двоих казнил. В ответ третьего также справляется. Рефреш. Топ-триста на 16 хп. Остается едва ли живым. Успевает. Но все-таки в голову не залетает по последнему игроку, который в планете находился. Эйкор ставит финальную точку. И несмотря на все усилия от Грима, он трипл оформил в этом раунде. Этого команда не поддержала. Не хватило. Ну вот здесь классный дабл-пик был датский. Но монстры на этого момента не особо ждали. Но это такой уже микро-момент, наверное, в целом. Я вот не обратил внимания, сколько там гранат у Ликвидов было. Что они могли из этого изобразить. И почему хотя бы какой-то флешки не было. Но, видимо, заметили первого, решили стрелять сразу. Тактическая еще одна пауза. Лич, как всегда, недоумевает. Но это его привычное состояние. Вот что с американскими командами против них. В любой непонятной ситуации он разводит руками. Но он не капитан, ему можно. Как бы если капитан у вас разводит руками или тренер, то это уже, конечно, пиши пропало. Тревожный звоночек. Да-да-да. Ну, там Стюй нам не показывали, что он делает. Но Мозес вроде как в приподнятом настроении. В добром здравии, за спинами. Мельтешит. Что-то, наверное, Ликвиды сейчас должны были обсудить. По гранатам урон у нас нав 251, 202 лидж. То есть по ХЕшкам, по Моликов работали на славу. Так, ну и Тим Ликвид. Может быть, быстрый раунд под базу БС с этакнайнами, теми самыми крисловутыми. Сейчас нам захотят показать. Но там два опорника уже в упоре находятся. Грильт там никто абсолютно не занимает. Скорее всего, через Шорт Ликвид тоже будут с плитом выходить под базу Б. Но там три опорника. Смотрится страшно, откровенно говоря. Ну, они, видишь, хотят два дела сразу сделать. Или пусть есть и на плент пойти. И косточкой не подавиться, да, и бомбу поставить, и раунд выиграть. Но энтри здесь не предвидится. Никто не пушил. Все очень аккуратные у дачан. Им еще корпеть и корпеть над возвращением к равному счету. Ну и отворот-поворот на самом-то деле. Флешки никаким образом не смутили львов. Последний тег на флай погибает. Чистый раунд. И десятый. Уже в кармане у Мэд Лайонс. Ну, пока по ощущениям, как только Мэд Лайонс перешли за сторону защиты и взяли тот самый экономический, да, с одним калашом, проблем особо у Мэд Лайонс не возникает. Да, был момент оплошности против Грима в коннекторе, но тем не менее опорники по ЗБ справились. Там двойной пик, рефреш. Почистил за тиммейтами. И вот сейчас... Ну, на форсах, по крайней мере, Ликвид максимум на бомбу, да, могут рассчитывать. В обеде в раунде, кажется, речь не идет. Вот сколько у них, ты говорил? Шесть северпассов подряд выигранных. Но при этом не видно, вот за счет чего они собираются это выигрывать в атаке. То есть там они выигрывали, я так понимаю, ну, типа потому что мы просто лучше. Ну, там уровень соперников, ну, слишком разнится, если честно. Здесь Мэд Лайонс, да, они тоже звезд в небо не хватали, но тем не менее они практикуются с более топовыми командами. Вот взять, например, Ликвид и Оверпасс, против кого они там играли. Не, я к тому веду, что... RBG, T1, Triumph, Cloud9, House, Cloud9. То есть там даже против Фурии того же Оверпасса не было. Хотя Фурия, вон, против Исуруса уже показали свой Оверпасс, 5.16. Так, Роя, хорошая позиция. Бубк Боря расконтролил лишь одного, но Бубк Сильдамена приходит на замену. Так же, как и стюит окей, с рефрагом, с шариков. А тут третьего могут и не ждать. Эйкар, а вот, вернется ли он на просмотр длинный? Ну, ему категорически противопоказано сейчас щелкать скопом. Тут вот сразу этот момент не укроется от Грима, и он, естественно, передаст информацию тиммейтам. Ну, стоит, терпит. Понимает, что от него многое зависит, как может, в принципе, прикрыть калитку этого раунда, и так, в принципе, ничего и не показать. Но, видишь, ты говоришь, не ждали, а и опа, и только ждали. Пропрыжки проверяют душевые, проходят по дуге, уже разбрасывается точка, зеленый молек на 90. Да, рефреш топает. И стюит, главное, не растеряться по стрельбе, он этого не делает. Три в два. Может быть, стоит... Тьюш, подождите, как? Тьюш, дошивает последним патроном нафа! Что это вообще было? И стюит последним... Я хочу повтор увидеть. Вот последний фраг. Такое ощущение, он выкидывал эту эмку, и она в полете сама застрелила. Да, 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 это похоже. Заклинило просто. Привязал курок. Ну, тут как бы все. Тут, видишь, бомба не под него. А что делать? Даже первого он убивает, а дальше что? Там нефиг топ не было. В принципе, этим мог бы как-то воспользоваться, но Эйкара пройти пока что задача не из простых. Не, реально, там был такой момент, что он просто топит 30-ку, и как будто, знаешь, вот... Уже гранату взял. Привязал курок, выкинул эмку, и она такая в полете убила еще игрока ликвид. Не, ну вот эти, конечно, парни, это просто... Фильм с Джеки Чаном, да, комедийный боевик. Да, он уже свапнул на пистолет просто. А там... И последний засчитал в голову. Ну, без этого фрага, откровенно говоря, шансов на ретейк было бы куда меньше. Слушай, ну красиво, красиво. Стелят Madlines. Одиннадцатый, и их логотип в окне. Они близки к тому, чтобы сравнять счет на первой карте, на собственном выборе. Друзья, в стартовом, укрывающем матче встречаются эти два соперника. Напомним, что здесь сингл эллиминейшн, и... Ну, если ты что-то не показываешь, что-то у тебя не получается, то второго шанса у тебя не будет. Ты вылетаешь шелдаун на Эйкар. Очередной антрефраг для него. Точнее, от него по Эллиджу. Да, Эйкар. Что у него по статистике? Ну, пять антрей он точно уже где-то дал. Сейчас проверим. Вот я тоже зашел. У нас тем временем Хукси справляется с гримом. Ну, ситуация 3-5. Очень комфортная для датчан. Эйкар 7-1. 7-1. Это статистика. Ну, далеко не часто такое увидишь. При этом рефреш, допустим, есть 0-0. Все хорошо. Ну, нет. Не отдает хотя бы фраги. Не его роль. Все в порядке. Тут, видишь, с приходом рефреша и Хукси месяц прошел. То есть 20-го числа два парня пришли. То есть капитан поменялся. Они месяц тренировались, отыгрывали всякие вот эти вот турниры. Которые идут с утра и до вечера. Знаем, знаем. Знаем такие турниры. 9-5. Набирались практики. Убил просто взглядом Родж Тень. Потом похоронил игрока. Пытался в режиме электрического верника раскрутиться. Еще попадает по нафу. Успел выстрел дать. Так, ну и на флай, друзья. 1 в 4. Что подсмок будет открываться? Ну, наверное, да. Хотя бы какой-то тайминг для себя может неудобный в плане для соперника подловить. Наф. А там еще зажигательная граната под туалет. 15 секунд на таймере. Сейвить он не будет. И уж тем более, что Эйкар ему это сделать не позволит. Там денег у защиты. По десятке с лишним у троих игроков так точно есть. Не у всех я успел взглядом обратить. Эйкар. Ага. Я как-то упустил этот момент, наверное, как раз. Этрифраги. Да, посмотрите на горочке было, да. Зоркий глаз на Эйкаре. Антивирус когда-то такой был, помню. Зоркий глаз? Да, да, да. Серьезно. Так, ну тут сейчас надо антивирус в команде Ликвид. Потому что можно уехать в Тельтостан. Да, они уже приехали понемногу. Слушай, ну давай будем откровенны. Как бы Ликвид и карта Оверпасс. Вот как бы аналогии никогда не возникало. Прямо это суперкарта у них. Да, у них там были яркие пятна, классные. Но обычно это в каких-то решающих стадиях. И на очень... Ну это знаешь, наверное, в Оверпасс еще они хорошо играли. Во времена, когда у них Intel и Grand Slam когда они выиграли. Ну, в 19-й год. Да, да, да. Вот в этот период, возможно, там Оверпасс блистал у них. В Эра Онлайна не балуют, скажем так, против топового. Коллектива по появлению этой карты. Своих фанатов. Ладно, смотрим, что будет дальше. После паузы, наверное, этот. И следующий раунд уже на концовку все обсудили. Ликвиды, что должны были. Который раз мы видим от них Форс. Ну такой легкий, ненавязчивый. С, опять же, деньгами на следующий раунд. Ну, интересно вот мысль. Я вот все хочу увидеть какой-то прям... Ну, Мэд Лайнс просто по ходу первой половины было видно, что раундов много. Что-то по старту не получается. Соперник непонятно, как будет вообще относиться к твоим раундам. Но чем дальше концовки первой половины, тем больше раунды эти начали выглядеть прям лосково как-то. А вот Ликвиды, ну, ходят в разведку после того, как ходят в разведку. И в разведке погибают. То есть раунды такие, знаешь, смотрим, что вы будете делать, какие у вас сюрпризы в защите. Ну, если их вскроем, то раунд заберем. По большей части Айкар получается. Ошибается, но за счет этого Роя, кстати, отлетает. Айкар, тут уже Хукси на холпе в пехоте. Айкар в безопасности с дабл киллом в этом раунде. Вот, возможно, сейчас самый классный раунд мы увидим от Ликвид. Потому что надо уже, прям надо. Некуда затягивать уже. Да. Либо сейчас, либо на второй карте. Ну, и Мэд Лайонс. Какое возвращение, да, все-таки? С 12.5 выиграть Эко и не отдать пока что ни раунда. Это достойно. 8 к ряду уже забирают. Ну, и посмотрим, насколько продлится эта серия. Будет ли она победоносной до самого конца. Либо Ликвид сумеет все-таки сломить, найти где-то ключик. Ну, Ликвид, кстати, видишь, в динамике будут отыгрывать этот раунд. То есть никакого авика нет. У Нафа, хотя деньги позволяли. У него опять же 4 гранаты. Одну уже потратил. Пропушит веста. Твиста его встречают. Флешка, кстати, от Нафа была, но там в смоке погибал. То есть не успел даже выйти. Прострелом просто твиста увольняет с этого раунда. 4 в 5. Мэд Лайонс. Ну, уверенность у них сейчас и в стрельбе, и в действиях. Это гадалки. Ходи. Стюит, окей. Парный выпад. Гримм. Дуэль также проигрывает. Трое. Несмотря на, казалось бы, отличный выпад от Гримма, все-таки сумел пресечь. Слушай, ну, классная комбайн. Я не понял вообще, зачем американец тушил этот Молик. Ну, то есть, пока ты тушишь Молик, то есть, как думают для себя Мэт Лайнс. Да, если там есть подсадка, мы выходим, убиваем Изи подсадку. Если подсадки нет, то у нас есть разменное звено. А там вообще просто стоят спиной, один куда-то втыкает, ворон читает, второй Молик тушит. Лидж на него. Сконцентрировано внимание в паре с Нафом. Ну, первый отлетает, Эйкор. Слушай, Эйкор, он очень хорош. Ну, вот откровенно говоря, сегодня его авик — это что-то нечто. Его авик — это шприц с мышьяком просто для лошадок. Они сейчас укладывают. Или капля никотина, я не знаю, которая убивает лошадь. Просто смазал пули. Да, ну, как-то так и выглядело, на самом-то деле, что проблемки должны были быть. И мы вот, какой там счет был старт? 12-5. Не, я имею в виду, когда 5-0. 5-0, да, был. Мы об этом говорили, что здесь не мальчик, а для битья Мэт Лайнс. Старт может не получиться только потому, что соперник не очень знакомый. Грим в шоке. Говорит, парни, я квадрокилл делал на пистолетке. Что с нами стало? Куда нас жизнь завела на этом оверпассе? И вот сторона, да, все-таки, насколько решает? Не, ну, видишь, тут показывают Мэт Лайнс, что у них готово и то, и то. Ну, на бумаге готово, реально было и то, и то. Так атака хорошая была. Ну, там, просто стартовые 5 раундов, это, ну, это другая команда была. Не, это разведка была, то есть они приноравлились. Приноравились. Приноравливались. Да, все так. Пытались понять, что из себя представляет Ликвид. Вот в бою уже, что называется. Статистика, друзья, по utility damage. 292 на флай. Ну, в принципе, такие средненькие цифры. Оружие больше пытаются убивать, нежели гранатами. Нет у нас, кстати, тех трипл хе-шек, да, с монстра на подсадку. Вроде бы не замечал я. И обрати внимание, Ликвид вообще на базу B не ходят как-то. То есть, знаешь, такой противовес команде Spirit. Они вышли. Вот как раз там Хукси энтри дал прострел. Ну, как они вышли? Они... А в основном плен, да. Казачка закинули, флешек накидали, казачка убили. Они такие, ну, ладно, не пойдем. То есть, в целом, такого раунда, прям, чтобы вот стартовая волна граната была. Целенаправленно. Прострелом, Роя спасает тиммейта. Эйкер, правда, все равно не сумел унести ноги отсюда. Но, тем не менее, нет трип-четыре ситуации. Там уже проблемы. Вот закрылся смокок, тут флешка летит. Роя, он успел дать фраг. Флешка от Хукси хорошая была. Он и Роя ослепил. И смог был. Они все сделали, видишь, для того, чтобы еще раз уколоть команду Ликвид на ланге. И уже... Во-первых, оттянуть тайминг, возможно, выиграть. Во-вторых, вот рефрешу помочь, чтобы он успел в спину дойти. А там два на машине, что ли? Ну, как-то... А тут и спина от рефреша. Ой-ой-ой-ой, Ликвид. Вы даже не представляете, куда вы идете. Ну, или представляют, но ничего себе сделают. Тут такой капкан сейчас с двух сторон будет. Вот просто сомкнется по щелчку пальца. Так, Фукси. У меня смотрительно немного, но рефреш спиня всегда выручит. У Грима 5% здоровья. А по ножкам не хочешь понастреливать? Слушай, ну если Грим это выиграет, то команда Ликвид будет просто обязана эту карту выигрывать. Тут соглашусь с тобой. Но рефреш... Бесподобен. Спина, которая спасает по итогу раунд. Ну, два опорника на машине вообще не справились. Ну, мы этого момента не увидели. Может быть, в повторе сейчас увидим. Фукси, ну точно раньше времени начал настреливать. За счет этого его и вскрыли. Там уже спрей куда-то в космос, видимо. Отправился мимо кассы. 12-15, 10 к ряду. Это что за серия вообще, Писмейкер? Что ты творишь со своими ребятами? Не, очень-очень приятная команда Мэд Лайнс. Вот очень интересно было за ними и реально против какого-то интересного соперника посмотреть. Не вот эти утренние, вечерние турниры. Потому что там не всегда адекватно можно расценить вообще, что делает команда. Там соперников слишком много. Не, а там велика вероятность, что просто, знаешь, некоторые в преддверии какого-то крупного для себя и принципиального турнира что-то тренируют. Вот, а вот попрактиковаться. Да, да, вот здесь уже реально Мэд Лайнс видно, что в Север-Классе очень жесткую работу провели. Это в Север-Классе. Да, твиста поставки уже на 88 единиц здоровья проштрафили. Второе ВП, кстати, появляется. И вот реализация от рефреша уже постёйт ОК. Ну и такое чувство, что Ликвид уже как будто сдались. Не, не знаю. Сейчас по одному пропикину. Эйкер. Вот нахваливал, да, что стрельбой с Абика у него всё в порядке. Но здесь, казалось бы, простой момент. Но, тем не менее, Грима перестрелять он не сумел. Не дали юбилейный десятый. Десятую юбилейную выиграть Entry Duel Эйкеру. Эх, рефреш застилил. И сам Эйкер погиб. Так, ну и 4 в 4. У Твиста 10% здоровья на ладом дышит. Но главное, чтобы... Раскидка удачно произошла. Раскидка произошла удачно. Нав пикнул. Нав ставит хэдшот. И ситуация немного начинает облегчаться. Пока идёт перетяжка. Надо работать с Человеком за Зелёным. Рой! Ну, 2 фрага более чем достаточно. Ещё 2 дамажных остались. Нав был со старта. Твист был со старта. Калёными. Так, рефреш СЮж. АВП вот только у рефреша, наверное, немного смущает. СЮж, смачок в него врезается. Но, тем не менее, прострелом Твиста уже забирает. Друзья, Нав либо пан, либо пропал. Как говорится, у нас 24 хп у него имеется. Перемещается с длины он под дугу. Чтобы удобно было выбивать в случае чего бомб диффузера. Садится 3 секунды. Остаётся. И там даже в дуэли особо рефреш. Неохотно. Вступает 12-16. Мед Лайонс забирает шикарную серию на оверпассе. 11 раундов к ряду. В защите. В общем-то, не оступились ни разу. Кроме пистолета и форса. И то потом забрали Эко и понеслось. Смотри. Две пистолетки по итогу проиграли Мед Лайонс. И тем не менее выиграли карту. То есть 5 раундов себе Ликвид обеспечили лишь за счёт пистолеток. Ну это как минимум огород Ликвид. Я здесь больше хвалю коллектив Мед Лайонс. Которые сложную выиграли, в долгую по факту выиграли. Финалит в шоке. Ну вообще, я не знаю, финал мажора. Я бы заплакал там, наверное, уже. А представь, просто приезжаешь такой в Европу на Бласт поиграть. Являешься вроде бы на бумаге фаворитом. Так а чем можно быть недовольными, если по факту мы по ходу пьесы разговаривали о том, что... Одинаковые куртки, кстати. Что атаки как таково не показали. То есть разнообразия, то, что было у Мед Лайонс, не было. Разнотемповости не было. Классные раскидки каких-то таких фишечных раундов не было. Закрыть на классе команду Мед Лайонс? Не получилось. Извините, да, это вам... И здесь контр-выпаты. Вот Мед Лайонс очень всегда хорошо смотрелись. И как они в даблах работали. Вспоминаем там в шарте. Грим в шоке открылся. Под шариками тоже всегда даблой там. Аук стоял в центре карты. И с шариков кросс-эйкор там еще действовал. То есть всегда парно, всегда на подстраховке. И этот ключик, в общем-то, этот пазл сложился. Я вот в Твиттере написал перед стартом игры, что 272 дня с Европы не играли. Знаешь, как в кейсе, когда долго матчмейкинг не играешь, звание сбрасывается. Вот надо калибровку проходить Ликвидом. То есть сейчас непонятно, что это вообще за фрукт такой, коллектив Ликвид. И что они могут показать. То есть сидение в Европе на протяжении 8 месяцев. Точнее, сидение в Америке. Как оно на них сказалось? Да, вроде по стрельбе, по старту все нормально. Коммуникация есть. Но сыроватая карта оверпасс. И очень настроенный против тебя соперник в формате сингл-эллюминашн. Просто заряженный тебя рвать на части, как тузик грелку. У нас все североамериканские команды, которые приезжают, они хороших результатов не показали. У нас мебры, но они и фурию обыграли. ЕГЭ просто приехали, не показали и срезали из двух турниров. Да, но они будут на финалах этого турнира, Бласта, уже в январе. Поэтому им как бы не надо шоу-дау. Ну, попрактиковаться, наверное, да. Но вот еще и с дримхака они снялись. Да, ну а Ликвиды теперь на своей шкуре ощущают, что здесь происходит. Такие ребята, играли бы себе в Америке. Но с другой стороны, мы тоже сгущаем краски. Это всего лишь карта оверпасс. Дальше будет, друзья, Мираж, уже выбор жидких. Там все может кардинальным образом измениться. Ну, Медлайонс, кстати, Мираж очень, очень хорошо отыгрывает. Я вот вспоминаю, у них там защита. А, кстати, в защите они начинать и будут, поскольку это выбор соперника. Там на Ликвид далеко не просто будет. И карта Мираж тоже у Медликвид, как по мне, не самая, не самая уверенная. Ну, хотя это одна из тех карт, которые они очень уверены. Помнишь, даже были времена, когда они типа на ESL Pro League выбирали атаку. Против них пикали Мираж, они становились за атаку, им как бы море по колено. Ну, это все, опять же, американский регион. Ну, опять-таки, вот американский регион. Но при этом вспоминаем гранд-финал недавнего турнира. Что у нас там было? Хаос против Триумфа. Потому что ни ЕК не выиграли, ни Ликвид не выиграли. Не палили страты на Европу. А когда они их собирались? Они просто их погрузили в чемодан, закрыли на замок, и как бы уже нечего было показывать против Триумфа. Забыли код от сейфа. Привезли сюда, в Европу. Ну, показывать будут сейчас на Мираже. Возможно, как бы и Медлайнс их немножечко удивили выбором Оверпасса. То есть тут тоже непонятный моментик. Ну, Ликвид думали, что вот приехали мы со своего региона, 100% винрейт. Оверпасса точно брать не будут. Да. Не будут, проверяй. Да, друзья, вот тот самый ранд, который стал, я так полагаю, ключевым вообще поворотным в этом комплекте. Ну, это вот засейвленный калаш неудачный для Сьюжа Клач был, когда ему времени не хватило раздиффузить бомбу. Да. Но по итогу еще все лучше даже сложилось. Да, да, да. Так что, друзья, вот... Я так понимаю, мы всю карту заново просто решили посмотреть. Ну, по идее, да, краткая версия. Это, знаешь, как вот в предыдущих сериях. Для тех, кто не видел, что происходило на этой карте. Ну, посмотрим. Моментов, кстати, на самом деле не так много, чтобы прям супер таких Клачевых было. То есть, либо одни тушили на старте, либо другие. Ну, а вот вся вторая сторона прошла вообще под эгидой того, что Madeline здесь чувствовали соперника, не знаю, как облупленных. Как будто они с ними реально праки катали. То есть, и угадывали, сколько моментов мы видели. Ну, видимо, демок очень много было просмотрено. Такой вот пейсмейкер, конечно, парень вдумчивый. Коллективов он очень много поменял. Там Рефрейс, кстати, в своем интервью еще отмечал. Там вообще спрашивали его, что там как пейсмейкер. Он говорит, да, он уже долго в Дании. Они же общаются на датском по ходу игры, и пейсмейкеры как бы не понимают, что происходит. Он говорит, он уже года три в Дании, так что более-менее понимает. А в паузах мы свободно переходим на английский. Такие дела. Поздравляем еще раз Madelines. Маленький шажочек по направлению к тому, чтобы пройти дальше по сетке в этом Blast Showdown. Сделали. Надо еще один. Два шанса у них есть, друзья. В общем-то, уходим мы пока что на небольшой перерыв. И вернемся уже к карте Mirage. Продолжение следует.